На кортах под воздушным куполом началось первенство теннисного клуба чемпион 2018 года. Эти соревнования будут состоять из четырех этапов, которые, как говорят организаторы, в свою очередь будут включать в себя турниры всех любительских категорий и старты профессионалов. Нашей съемочной группе довелось побывать на первом этапе соревнований мужчин в категории челлендж, где играют любители второй ступени, имеющие достаточный опыт тренировок и выступлений на различных турнирах. И некоторым спортсменам будет очень интересно наблюдать. И некоторые игроки демонстрируют очень хорошую игру. Здесь можно какие-то прогнозы ставить в среде таких любителей? В этом турнире какие прогнозы делать сложно, потому что и в туровне игроков очень близкий, и очень сложно спрогнозировать, кто сегодня окажется лидером. Может быть тема интереснее, наверное, раз наблюдать за этими соревнованиями. Конечно, своя непредсказуемость в турнире, он очень интересен. В рамках стартового этапа первенства клуба чемпион в категории челленджер встретились любители тенниса из Томска и Северска. На корты вышли и молодые ребята, и умудренные жизненным опытом люди. 59 исполнилось в январе. А здесь молодых пацанов очень много. Как-то не страшно себе-то? Нет, нет. Не боюсь я этого, и буду играть, и играть, пока здоровье позволяет. Ну, поэтому, наверное, можно так сказать, что вы здесь не за золотой медалью, а именно за здоровьем, да? Именно за здоровьем. И плюс на этом корте, здесь хороший коллектив, здесь очень хорошая атмосфера, тренеры шикарные. То есть, поэтому сюда ходишь, как, ну, не знаю, тянет, как домой. Я не профессиональный спортсмен, безусловно, я любитель, ну, с большим стажем. Сколько уже в теннис играете? Ну, около 20 лет я играю в теннис, я играю с супругой, ребенок у меня ходит, занимается тоже в теннис, потому что это очень интересная игра, и она позволяет держать себя в форме, в тонусе, ну, и просто быть знакомыми с интересными людьми. В общем, это отличный спорт. На кортах за победу боролись любители тенниса, представители самых разных профессий, и рядовые сотрудники, и руководители организаций, и предприятий различных сфер хозяйства и услуг. Вот, например, участник турнира Артем Черепанов из Северска работает в направлении интернет-аналитика. Здесь динамика, именно игра, то есть, мне нравится именно такой дух соревнований, и, в принципе, все, что связано с теннисом. По роду деятельности вы часто сидите за компьютером, правильно? Да, правильно. И вот, наверное, теннис компенсирует как-то? Да, я два раза в неделю сюда хожу, в основном за компьютером сижу по работе, да. Ну, это как такая разминка небольшая. Вы занимаетесь аналитикой, интернет-аналитикой, соответственно, компьютер рядом, соответственно, есть игрушки теннисные. А вот в компьютерный теннис играете, нет? Нет, я не играю, это мне никак не нравится. Вы считаете вот именно живые, да? Конечно. А здесь ставите какие-то цели, задачи? Или это для вас все-таки больше оттусовка, здоровый образ жизни? Нет, я бы хотел победить, конечно, здесь на соревнованиях. Ну, то есть есть какие-то цели. Хочется расти, лучше играть и так далее. Своих целей Артем Черепанов добился, он стал победителем первого этапа соревнований. На вторую ступень пьедестала почета поднялся Константин Шарапов. Бронзовую медаль завоевал Максим Ядоженко. Впрочем, вся борьба и в этой, и в других любительских и профессиональных категориях первенства еще впереди. Итоги будут подведены по сумме четырех этапов в конце 2018 года.